Рязанская Третьяковка. Так любя называют жители нашего города художественный музей имени Пожалостина. И это неудивительно. Создавать свою уникальную коллекцию любителей искусства начали еще в прошлом веке. Сегодня здесь более 12 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства. Есть даже произведения 15 века. Мы всегда готовы встретить друзей наших гостей. И, конечно, к этой дате, к 30 марта, а это день рождения Рязанского художественного музея, мы специально подготовились к экскурсии, беседы об искусстве, музыкальную программу. Очень много наших друзей хотят поздравить любимый музей с днем рождения. 109 лет, а следующий год юбилейный, и мы уже начинаем думать, как встретить эту круглую дату. В залах музея можно найти подлинники Коровина и Айвазовского. А одним из уникальнейших экземпляров называют картину «Снегурочка» Виктора Васнецова. Картина-путешественница гостила в настоящей Третьяковке в Москве. Я посещаю достаточно часто, где-то раз в год. Это же вообще его зовут «Малая Третьяковка». В нашем музее 12 залов сколько тут. Тут же очень много, очень интересно. И почти все портреты и картины висят в подлиннике. Если это копия, то там написано копия. Там же и Тропинин, и Воснецов. Это очень интересно прийти посмотреть. Мне тут нравится все. Сегодня у нас день рождения музея. Да. Давайте поздравим его. Что пожелаем музею? Какие-то ваши планы? Чтобы были новые экспонаты. Экспозиции. Экспозиции. Чтобы было много посетителей, которые интересуются искусством. В честь своего дня рождения галерея подготовила для гостей особую программу. Мастер-классы, беседы об искусстве, экскурсии по залам, ну и, конечно же, музыкальный концерт. Рязанский художественный музей имени Ивана Петровича Пожалостина – один из старейших художественных музеев нашей страны. И мы этому, конечно, очень рады. Выставки у нас проходят очень часто. И по четвергам у нас такой же день. В 16.00. Открытие выставок всегда бесплатно. Не каждый четверг. Но мы рассказываем об этом ВКонтакте. Наши афиши, листовки. Все это можно узнать. Дружба музея имени Пожалостина и хранилища культурных артефактов из других городов нерушима. Сейчас, например, у нас представлена экспозиция из Курской государственной картиной галереи имени Дейнеки. А наша коллекция живописи XVIII и XIX веков, наоборот, отправилась в Курск с ответным дружеским визитом. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».